Привет, это Мария Сунгурова и сегодня я расскажу о том, какие инсайты из книг Роберта Киасаки помогли мне прокачать денежное мышление и благосостояние. Правило номер один. Страстно желай разбогатеть. Небольшое желание заработать не приведет тебя к успеху. Важно всей душой возненавидеть бедность, безденежье и буквально загореться идеей обрести финансовую свободу. Только эта страсть и внутренний огонь способны привести тебя к богатству. Правило номер два. Будь твердо уверен, что ты достоин богатства. Обучение богатого папы начинается с понимания того, что мысли материальны. Если для тебя характерны мысли типа «мне никогда не разбогатеть», «я не могу позволить себе дорогие вещи», «надо постоянно экономить» и подобное, ты никогда не разбогатеешь. Чтобы стать богатым, важно начать думать, как богатый человек, а именно «я могу делать деньги», «я могу позволить себе все, что угодно», «я все могу». Правило номер три. Избавься от страха потери денег. Чтобы разбогатеть, важно постоянно вкладывать деньги. Лишь тогда они будут работать на тебя. Это риск, и на этом пути неизбежны потери. Большинство людей не могут разбогатеть именно потому, что слишком тяжело переживают потерю денег и сильно боятся этого. Отдают всю энергию страхам. Готов ли ты девять раз подряд потерпеть неудачу и потерять деньги, если на десятый раз ты выиграешь, и выигрыш окупит все твои потери? Тот, кто смело отвечает «да» имеет шансы на большое богатство. Правило номер четыре. Сократи расходы. Правила Роберта Киосаки простые. Чтобы получить что-то, важно что-то вложить. Богатый человек сначала вкладывает деньги в инвестиции, в бизнес и лишь потом покупает предметы роскоши, что-то для себя. Большинство людей поступают с точностью да наоборот. Покупают дорогие вещи, чтобы казаться богатыми. Многим это удается, но выглядеть богатым не значит быть богатым. Если у тебя есть дорогая машина, квартира, загородный дом, но все это куплено в кредит или на последние деньги, и у тебя нет свободных средств, которые работали бы на тебя, то ты не богат, ты беден. Помни об этом. Правило номер пять. Сократи пассивы и наращивай активы. Пассивы – это все то, что требует расходов, не принося никаких прибыли. Квартира, дом, если ты в нем живешь, а не сдаешь в аренду, машина, если ты не зарабатываешь с ее помощью денег и прочие недвижимые имущества. Активы – это все то, что приносят деньги. Бизнес, инвестиции, недвижимость, сдаваемая в наем и прочее. Если у тебя совсем нет активов или их слишком мало, ты не разбогатеешь. Правило номер шесть. Будь готов уйти с работы по найму и заняться собственным бизнесом. Согласно Роберту Киосаки, капитал можно создать только работая на себя. Только так ты сможешь создать неплохие активы и заработать достаточное количество денег для будущих инвестиций. Тебя не должно останавливать отсутствие стартового капитала. Вспомни, мы живем в информационный век, когда для успешного бизнеса важна прежде всего хорошая идея. Если ты в состоянии придумать, как сделать что-то хорошее и полезное для большого количества людей, с минимальными затратами и с максимальной прибылью, у тебя есть все шансы заложить основы успешного бизнеса. Так появляются шансы разбогатеть. Правило номер семь. Если денег пока мало, освой искусство инвестирования. Повышай свою финансовую грамотность. Роберт Киосаки считает это правило одним из самых важных. Изучай все возможные способы вложения денег. Только обязательно просчитывай риски. После повышения финансовой грамотности начинай понемногу инвестировать. Учись получать из этих инвестиций быструю прибыль, например, покупая и продавая акции. Со временем при условии развития собственного бизнеса ты сможешь стать достаточно крупным инвестором, чтобы продавать свой бизнес, отойти от дел и жить лишь на доходы от инвестиций. Вот тогда и наступит для тебя желанная финансовая свобода. Правило номер восемь. Важно любить деньги, чтобы деньги любили тебя. Как стать богатым? Обязательно запомни, важно действительно любить деньги. Тебе стоит думать о них, говорить о них, искать новые способы их приумножения. Это должно быть для тебя интересным, увлекательным занятием. Если тебе не очень интересно все это, все, что связано с финансами, шансов на настоящее большое богатство у тебя немного. Советы Роберта Киосаки говорят не о том, что деньги должны быть главным желанием в жизни. Деньги дают свободу выбирать то, чем ты хочешь заниматься. Найти свое призвание, не привязываясь к финансовой составляющей вопроса. Поэтому тебе важно любить не деньги ради денег, а деньги ради свободы, которую они дают. В самых разных областях деятельности можно встретить людей, готовых заниматься любимым делом даже бесплатно. И кто осмелится назвать их несчастными, даже если они не богаты? Обрести призвание и дело, которое наполняет уже счастье и богатство. Просто у каждого они свои. Чтобы стать по-настоящему богатым, важно иметь призвание именно к этому, как и к любому другому делу. В книгах по финансовой грамотности Роберта Киосаки много полезных советов, которые может применить на практике действительно любой человек и повысить свое благосостояние. Действуйте и будьте счастливы и благополучны.